Продолжение следует... 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 Ну и отсюда мы очень привлекаем такие хилы, практически. Продолжение следует... 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 А правило простое. Чем больше L, тем ближе к акупоэнергии. То есть это у нас, скажем так, зарастает. Возрастание энергии для соответствующих данных. Возрастание энергии. То есть у нас самые низшие по энергии 1s, 2s. Ну там вопрос, да? Кукой 2s или 3s, да? Потому что у них стоит тройка. Тут или больше, тут ниже к примеру. Угу. Больше, значит, чем. Больше. Больше. Там дальше могут быть еще по нескольку чисел, да? Четверки, пятерки, там три варианта уже могут быть задние. Задние те же L плюс L, да, их тоже как-то расставляют. Значит, зачем это вообще надо, да? Надо это для того, чтобы понять, какие электроны будут остопны, какие электроны будут валентны, да? То есть строго говоря, из всего, что вам известно, да, вы знаете только номер элементов, как, говоря, в таблице Менделея, да? Но, в принципе, этого достаточно для того, чтобы определить, что будет вариантами, или то, что будет остопнувшим электронами. Значит, вы пользуясь вот этой вот таблицей, пользуясь, допустим, правилами фунда, да, о которых немножко говорили в прошлый раз, заполняйте сотрудничество электронной блоки, и получайте, значит, ответ. Так, ну, давайте, задачка вам домой, значит, домашнее задание. Значит, дозаполнить эту таблицу, значит, Мон, Н, В, 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 В. Вот это первое, да, второе, выписать, выписать, какую-то аккредитовую конфигурацию, да, нормальный конфигурации, 12 секунд, 2 секунд, 1 секунд, 2 секунд, 2 секунд. Здесь, если вы потом внимательно посмотрите, представлены всевозможные типы атомов. Типы у нас щелочные металлы, редкие земли, P-элементы, D-элементы и F. В конце мы будем решать такую интересную задачку. Могу модельку разбирать, да? В ТСП Купрата. Знаете, слышали? Медные сверхпроводники, высокотемпературные сверхпроводники на основе меди. А, Купрата там? Да. Мы не будем решать. В частности, один из первых вопросов будет, как раз, определить, какие липионы, военные, сколько их штук. Потому что должна будет в этом еще игр и определить, как они еще будут заполнены. Ну, это просто с этим сами. Мы еще с вами добились. Здесь параграф 7, постов. «Ага». Давайте мы сделаем его. Да. Ну… …не совсем не здесь карпотат. Давайте я запишу. Параграф 7,20,20,20,20,20… Четыре параграфа. В общем, это реалит. Да. В моментное состояние. Продолжение следует... 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 Продвигающаяся поспекта угроза в парадрах 8 на авариационный принцип решений на обновление решений. Продвигающаяся поспекта угроза в парадрах 8 на авариационный принцип решений на обновление решений. Если мы с вами умножим это уравнение справа с левой сопряженной силой, Так, и выделим E, получим сразу следующее, что E у нас он для этой системы. Не для того, чтобы убедиться, что у нас эта полная энергия соответствует действительно основному состоянию, когда нам нужно еще проверить, что была вариация, которая была в косметике, которая была в косметике. Вариация, если это не теряем, она равнялась на уровне того, чтобы у нас основное состояние. То есть вопрос о том, вариация, так сказать, в каком смысле. Вариация в каком смысле. Значит, здесь мы вспоминаем, что наши волновые функции, наши волновые функции полные кристаллы, которые мы не знаем, мы представляли в виде некого разложения. Ну, соответственно, вариация бьется до трассы по этим вот, обитательно, да? Как это все, естественно. Ведь прожащий. Ну, вот этот последний марш, да, наблюдаемое значение Наблюдаемое от елдиньяна есть полная энергия, потому что елдиньян – это оператор полной энергии А дальше пока что уголовник, да? Фактически это у вас задача на оброждение условного эксперимента Понимаете, как это называется? Актуальная задача на оброждение условного эксперимента решает Как минимизировать количество тряпок, чтобы оттянутся в голову, ворек и в заднем периметре? Актуальная задача на оброждение условного эксперимента Актуальная задача на оброждение условного эксперимента Соответственно, условия там как возникают? То есть вы берёте производную и от языковой функции, да? А ещё берёте производную множество изображает некую дополнительную функцию, которая называется связь, да? И связь здесь такая, что вы ищите не просто глобальный минимум этой конструкции, а ищите условный минимум, да? Когда у вас вот эти вот орбиталии, фи-мю и фи-мю, да? Ну и вообще базиски вот эти орбиталии, фи-мю и фи-мю, да? Вы не берёте селённость и пеничка То есть у вас условие такое, что фи-мю, фи-мю, да? Это фахтозамированные, да? С одной стороны, а с другой стороны А заселённость как из этих орбиталей не может сходить? Вот вы ищите такой вопрос этих орбиталей, да? Которые пока что не имеют никакого физического смысла, да? То есть они просто возникают, ну, как просто в ходе математического решения То есть, смотрите, мы ищем полную энергию по полной угловой функции, да? У нас по дороге, значит, возникает некий базис, по которому мы раскладываем По дороге у нас возникают какие-то производные, значит, множество или квадрата И ещё условия на эти орбитали, да? То есть мы считаем, что они автономированы и заседают восприятия Не может, там, превосходить единички, да? Ну или двойки, там, с учётом спины, понятно, да? И вы перед чём-то спины Да Ну и, соответственно, значит, если мы на это всё посмотрим внимательно То, в конце концов, у нас вся задача сведётся сделала А? А это что состоится С состоится С состоится С состоясь Возвращение Возвратение Коэффициентом Коэффициентом О возможно А, цель Это, да? С цель Когда мы будем брать соответствующую вариацию функции, понятно, что у нас будет цито, 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 цито и соответственно цито, и тогда вот это вот все, что мы здесь написали, оно будет буквально на следующий вид. Это уже более матричный элемент гибритониан в базисе фи-фи-и-од, да, 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 да. Вот такая вот штука возникает, вот такая штука возникает, все, и у нас получается мы с вами не что иное, как задачка, она собственное значение, собственные вектора, да, то есть цито будет, ну не цито, собственно, вектора, а цито и, собственно, изначально будет гибритониан, аш, в базисе, то есть вот фи-фи-и, да, ну это некий базис-фи-фи-фи. Да, ну, там есть некоторые, несколько элементов, всякая разная запись. Давайте, 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 матрица O и B, значит, матрица O и B. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Это чисто численная процедура. Вы заберете любую квадратную матрицу эрмитов под их роман. У нас интересует только эрмитов в матрице, то, что он с кондиционерами эрмитов. С чем он эрмитов и кондиционерами? Эрмитов с кондиционерами эрмитов для действительного значения. Правильно. У нас спектр наших эрмитов приходит введомых действительных веществ. Следующее происходит. Мы берем наше стекулярное уравнение. И делаем следующее. Берем наш грудь, а мы уже справа-слева. Это матрица. Переходим в какой-то базис. То есть фактически мы перешли на эти базисы. Сколько у нас здесь была матрица, да? Мы унижаем справа на одно эрмитов. Сверху на другой эрмитов. Судя часть этого матрица пропадает. Остается вот такое у нас. То есть для чего нам это надо? На самом деле можно взять и сделать какое-то преобразование, переход к ортогональному базису типа Граммошмитта, да? Да, там еще что-то такое. Но тогда теряется симметрия Валентиняна. Ну да, не симметрия полунических ортогональными базисами. Такое представление. Но симметрия самого Валентиняна, которая соответствует симметрии какой-то исходной задачи, да? Игрубка, симметрии кристаллы, да? Она будет потеряна. То есть формально, да, вы задачу решите, но смысл... Не, обратно преобразовать. А? Ну, обратно преобразовать как-нибудь. Ну, можно потом и обратно как-то, но проблема заключается в том, что у вас смысл будет иметь только полную энергию. Потому что полная энергия – это след, да, так сказать, в этой матрице. Ну, сумма всех собственных значений, да, сумма всех энергетических систем будет полной энергией. Да. То есть если у вас, или вы переходите в протагональность, то есть переходите, в базе собственных векторов, матрица H у вас будет здесь не диагональна, ну, понятно, что полная энергия – это свет матрицы, да? Ну, а цвет – он в варианте относительно. Ну, да. То есть если вы сможете преобразовать. То есть если дело не так, то да, полная энергия получится, а вот отдельные энергии, да, лямбдоиды, в ней смысл перестанут работать физически. Ну, сейчас мы с вами зайдем и покажем, что на самом деле эти все лямбдоиды и цииты имеют еще и физический смысл, да, еще и физический смысл. Ну, и главный, значит, вывод, который можно сделать из этого параграмма, заключается в следующем, что по тем исходным данным, о которых мы говорили, а именно химический состав системы, да, исследуемого вещества и синтрия, да, структура, так сказать, заданного кристалла. Строго говоря, по зонным вот этим вот расчетам физический смысл имеет только полные дырки. Ну, и, соответственно, вот здесь она вот только применяется, потому что это вот очень непонятно, что такое, это непонятно, что такое, да, это, да, то есть это, глядя на вот эти рождения, все равно это понятно. В общем, смысл имеет только полный мир, но не только полный мир. Ну, и, соответственно, вот эти зоны расчета, они достаточно неплохо описывают поведение полной дырки, да, полной дырки. Можно смотреть зависимость полной дырки от объема, да, а также лентарные ячейки. Хорошо. То есть это термодинамику извлекать, да, можно на зависимость, значит, смотреть стабильность различных фаз, да, какой фаза полной дырки, там бывшую дырки. Можно рассматривать стабильность различных магнитных структур, какой порядок магнитный, если другой будет непорядок, более глубокий, по полной дырки. Мы хотим, как говорится, основные методы достаточно слабиться, так. Ну, да. Для того, чтобы шагнуть дальше, попробовать какой-то более глубокий анализ, я думаю, будет еще некоторое, вообще-то, немножечко с вами, так сказать, мы с вами задаем, да, давайте сейчас, значит, у нас Соборат ГИРИ, аккуратно в 9, автор ГИРИ. АОМГИРИ АТОМГИРИ И тема у нас в Евангелии будет учаться от Атамового. Масты из ряда? Масты из ряда у нас буква в роднине, да? Ставь там так мало, много. Будам будет любить принципиально. Главное там в чем? В чем прикол? Там взаимодействие между партоном появится? А, там появится взаимодействие между электронами. У нас два электрона. У нас был один электрон. Практически у нас было что-то движение атома целиком. Движение электрона от центра массы. Их взаимодействие электрона и проток электрона. Тут у нас все будет то же самое. Только плюс. Их взаимодействие. Это пара. Ну давайте, значит, запишем. Вместо щициданцев утром, У нас одна. У нас одна похода. С киммерки двух троук электрона. У нас одна похода. С киммерки двух троук электрона. Дальше у нас идёт Продолжение следует... 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 Да. А. Плюс. Здесь ты правильно записал. Ну, не важно, наверное. Но порядок должен быть от 1-2, 1-2, 1-2, да. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. А? 1-2 хватит? Да. 2-2-2-2, 1-2, 1-2. Конечно, в итоге это не в принципе. Ну вот. Да. Низить 1-2-1, 1-2-1. В общем, здесь 2-2-1. Продолжение следует... 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 вы их в первом выделите и во втором одновременно. Полтора у вас получится. И вы так же расписываете, а теперь на рассмотре. То есть, получается, фи-и-и-и, 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 фи-и-и-и-и, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2,.. Продолжение следует... 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 Сейчас, слышу вас, да, вкладок. Ветер немного, чтобы полос был. Да, вот, мы закончили, а вот, как бы более интересно, есть другой тип вкладок, да, назовем хомби. И он у нас имеет следующий вид, как он имеет знак минус, да. И последняя точка. Ветер немного. Играет музыка. Играет музыка. Если вы не мечтаете на диссимитричность, то просто только произведение не делаете, да? То есть не в виде термината слета, а просто произведение 1, 2, 2. Тогда у вас от этого вклада вообще не появится, в принципе. То есть, кольфоку, он в краску, что он, диссимитричный. Значит, в чем здесь обмен, да, состоит? Обмен состоит, как говорят, электроны меняются вероятностями, да? И вдруг вкладышок происходит в одну. А электрон 1, 1, да? Здесь, значит, 0, 2, да. А здесь, видите, вместо 1, 1 стоит 2, 1. То есть вы берете электрон, со второй уровневой функции, да, на первую электрон. То есть вы поменяли функцию. Уровневую функцию, да? Первую функцию будет. Ну, здесь, а здесь, наоборот, второй, на первую. Такой вот обмен. То есть, ну, я толком не мог найти, откуда слово «обмен» вообще уходит. Потому что все тюши сразу «обмен», 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 «обмен». Ну, я никак не знаю. Чего, с чем «обмен». Ну, так сказать, вот это... Ну, я, ну, как, интерпретация так. Ну, наверняка-то где-то написано, просто я не нашел. То есть они меняются на себе, просто вероятность, да, соответствующая. То есть... А... Другие там по-другому можно сказать, что взяли электрон, там, расположен, там, в координате 2 и поставили первую функцию, вместо того, да, и взяли, соответственно, электрон, расположен, там, вот они описывали, например, расположен в точке 1 и поставили в углу функцию, описывающую, там, с номером 2. То есть, сколько произвели, обмен, будет получаете. То есть, обменное взаимодействие, плотность взаимодействия уменьшает, да, у нас знака минус, а здесь идёт уменьшение плотности провоцированных действий. Да. Ну и главное, значит, что это обменное взаимодействие, оно не сводится, не сводится к интегралу, не до плотности, на плотности, да. То есть здесь всё-таки у нас, можно сказать, что фактически одноэлектронный, да, вклад. Ну, понятно, да, то есть, таки, одна, да, плотность. То есть достаточно знать просто обиодную электронную функцию, и всё, и вторую, как бы, плотность. И здесь предполагается, что мы должны знать настоящие многоэлектронные волновые функции, и так далее, и так далее. Ну, мы всё равно их представляем в виде хатри, в виде произведения, да. Интеграл уже не сводится к типу плотности, к плотности. Так. Ну, давайте, конечно, здесь всё. Да, пока не охота, не охота пока. Попробуем. Попробуем. Там все, да, всё наверное. Да, вот сейчас он. Ну, давайте вся заставляем. Чё-так, хорошо, всё же. Продолжение следует... Практически сейчас мы тоже самое с вами получим, только как раз используем этот вариационный принцип, да, чтобы мы вообще ничего особенного не использовали, просто напрямую нашли все соответствующие вклады в полную энергию силу, да, т.е. теперь просто вам в каком периоде поставить гугл в эфи, ну и смотреть насколько там хорошо или плохо это согласуется с экспериментом, да, потому что полная энергию, да, где там, атомы водородов известны, там 160 плюс 16, а не знаю, опять же, там атомы 9, вот, и как бы, ну, чем вы здесь занимались, то есть на самом деле я говорю, что это не самый оптимальный вид по новой функции, да, т.е. 11 лета, ну, в плане вот именно согласия полной энергией с экспериментом и полной энергией. Какие названия хотят? А? Ну, есть там три какого-то варианта, вот, приближение Хартли это просто у вас проведение аналитических функций волновых, да, есть, значит, этот линейная комбинация атомных орбиталей, там либо линейную комбинацию вот этих атомных электронных функций берете, да, есть, значит, приближение... Здравствуйте, мне сейчас не очень удобно, давайте перезвоним... Спасибо. А, значит, есть метод полной энергией, да, линейная комбинация произведений, либо произведение линейной комбинации, да, т.е. это такая смесь между Хартли и линейной комбинацией, да, и есть еще... приближение конфигурационного взаимодействия, это когда вы берёте набор нелинейных комбинаций и терминантных сэр. Он наиболее точный, наиболее тяжёлый. Вы представляете, каждый, так сказать, контакт тел, в вашем атмосфере, каждый уровень, один, одна сэр. Ну, получается вот ещё раз. Ну, мы будем говорить, зачем вы спросили, но отвечают. Сейчас мы с вами выравниваем, значит, у нас какой-то десятый, да, метод самосогласованного, или самосогласованный метод, В общем, смысл у предыдущего, да, вот этого права, 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 вера, да? Закон, да, значит, мы с вами увидим, как считать, да, получили рецепт, как считать полную, да? И главное, что мы с вами увидели, что здесь одноэлектронные вклады, да, есть губерночастичные вклады, есть губерночастичные вклады, да, это мы не увидим сейчас мы получим еще то же самое немножко другим равен 10 метод 70 70 70 ну у в в в в в в в в Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 и плюс вот эта штучка, ляма-да. И ляма-да, и ляма-да, и ляма-да, и это равно-для. Ой, я еще здесь не написал. Зачеркните, это наш субтитров. Вот мы находим, то есть, фактически, смотрите, что у нас получается. У нас получается некое уравнение. Сейчас мы в более удобном виде распишем. То есть, фактически, у нас получилось некое уравнение на лямбле. У нас получается система уравнений на лямбле. Потому что у нас, когда мы делаем то же самое, только мы подвесли вот эту фирью 2, 2, да? То есть, когда 2 по мнению. Да, здесь плюс стоять амбле 2, 2, да? Все, 2, 2 по мнению. И интересно. Значит, продолжая работать только с первым, да, как координатой. То есть, мы с СССР-1. То есть, тут система проставилась. То есть, мы должны вот это вот уравнение все его члены, и так вот так вот и умножим, умножим, и умножим на такую вот. У нас есть с СССР-1. И с СССР-1. 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 И внизу СССР-1. С СССР-1. СССР-1. Теперь компонируем соответствующие вклады и получим следующее значение. Продолжение следует... 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 Условием самосогласования бить будет как раз то, что этих ню, там, соответствующих базы самосогласований, они вам будут нового, так сказать, новую плотность, да, вы можете заново сюда вернуться, вы посчитали, нашли новый ФИ, посчитали новое взаимодействие, да, да, то есть там было как, что вы посчитали плотность, посчитали уравнение Пауссона, да, нашли потенциал, решили выравнение Шри Югера, здесь вот, нашли ФИ, нашли новое взаимодействие, нашли новый ФИ, решили, ну, решать его самосогласованный. Какой-то критерий должен быть, когда остановится таноза? Обычно, вот, критерий по полной даме. Кроме, миненизация, что ли? По сумме, по сумме вот этих вот, ну, нет, она не, ну, как бы, это уравнение включает в себя миненизацию. Мы провели миненизацию, правильно, да, в чистом виде. И это уже, как бы, последствия этой миненизации. Мы, что, дойдём такую беду, скажем так, что мы задаём там, с какой точностью мы хотим полную, например, получить, да, там, условно. 10 минут и 5. Вот, он там, всё, крутится, приходит. 10 минут и 5. А, да, значит, здесь, по каждым шагам, стал, там, называемый Кирилл Монсандр. Размена от Монсандр. Важна от Монсандр. Добро. Давайте, сколько я деснула? В уравнении, как аккаунфока, вступчивое увеличение гляньо меню, соответствует энергии ионизации при условии, что энергии ионизации не приводят к перестройке косячастичных состояний. По идее у нас в природе сразу начинается перестройка соответствующих орбиталей, чтобы эту дырку как-то заполнить. Мы предполагаем, что этой перестройки здесь не происходит. Мы ионизировали, и у вас остался набор одноэлектронных волновых функций, который характеризовал вашу систему. Один электрон вырвали, и все остальные остались неизменными. В этом положении указывается, что полная энергия системы с n-электронами и полная энергия системы с n-электронами как раз и будет лямбой. Ну, доказывается, теорема совершенно просто. Берете, вот у вас полная энергия записана, да? Фактически, да? Вот у вас полная энергия записана. Подставляете сюда только не 2, как бы, да, электрона, а просто некое произведение некого количества электронов. Вы внезапно реализации понимаете, что одна из волновых функций у вас пропала. Ну, действительно окажется, что разность будет лямбой. Ну, доказывается, глупо, что под прямой постановкой. Считаете просто величину такую же полная масса, величину с одним дырком электронов. То есть действительно окажется, что лямбой пропал. Вот таким образом, в чем, так сказать, величие момента, что мы производим множители лагранжа, да? Которые, в общем, возникают как некий вспомогательный механизм в наших, так сказать, в наших всех записях, да? А, да, 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 сейчас зайду. Спасибо. А я тут... А, хорошо, спасибо. Хорошо, да, спасибо. Да, то есть смотрите, у нас возникли, да, произвольные множители лагранжа, которые вообще никакого физического смысла не имеют, да? Мы им приписываем смысл энергии инициации, так? Ну, вот, это выравнение хард-эпоха, да, выравнение хард-эпоха. Что вот эти эфирмиумы, да, эфирмиумы, эти базисные орбитали, есть настоящие орбитали, в которых живут электроны, да? Полагаем, что это значит. То есть мы придаем им тоже как бы смысл. Так, это у нас были просто некие базисные функции и всё. Так? А здесь мы им придаем некий смысл. Вот, указывается, что ещё и придавим смысл просто на электронных волновых функциях, на которых живут электронные соответствующие ситуации. То есть мы получаем, что лям-то и производные множители имеют смысл в ней. Это позволяет уже, как вы понимаете, вести более нейтральный анализ, да? Так, у нас было, что была только полная энергия, которая есть, в общем, одно число некое, да? Ну, может быть, мы вклады могли разные посмотреть. Это максимум, на что мы могли претендовать. Сейчас, смотрите, мы уже можем говорить и о том, как ведут себя какие-то конкретные уже электроны, да? То есть мы можем построить зарядную плотность конкретного электрона, да? Можем построить уже какие-то характеристики, которые будут, так сказать, на деле электрон уже охарактеризовать, скажем так. У нас появились соответствующие энергии, да, в системе, которая тому электрону соответствует. Ну, то есть какое-то такое, типа, что-то типа, ну, вот это, да? И два параграфа 11. Параграфа 11. Моликулярный рома зарода. Ну, то есть вот мы сейчас с вами рассматриваем самые простые задачки, да? А для того, чтобы ввести всю терминологию, да, которая, в общем, нам потом будет необходима. То есть вот эти вот все, все простые задачки. Пока. Параграфа 12. Моликулярный рома. Ввести с регионом. По параграфам 13. Моликулярный рома. За кадром-моликулярный рома, ненадь. По параграфу 12. Моликулярный рома тоже есть. По параграфу 12. У нас герой. что может показаться, что у нас есть какие-то достаточно простые объекты. Тем не менее, как я уже говорил, мы идем в ситринологию с вами и получим, скажем так, основные инструменты, которые используются при анализе каких-то реальных соединений. Все равно, глядя на очень сложный электродный спектр, все равно вы будете мыслить, что это создается такой-то орбитальный, это такой-то орбитальный, тут эти орбитали смешивают, собирают, они порождают еще какую-то орбиталь и так далее, и так далее. Понятие полной энергии, оно в таком виде, в таком виде написано, так и будет там фигурировать. Илоновские именные взаимодействия, они так же будут фигурировать, в таком же виде. Более того, те формулы, которые мы записали вместе, что и да, как общий рецепт счета, да, этих наличий. Понятно, да? У вас не действие какого-то электрона с каким-то, потому что все равно не качество. В поле сложных моделях оно еще зависит от энергии, в зависимости от того, при какой энергии ему действует там и так далее. Но достаточно хорошо работают и модели, в которых это просто число. То есть как посчитать это число? Ну вот вы берете соответствующие электронные функции, берете интеграл численно. Функции могут быть достаточно сложные, и, опять же, все это численно считается в реальном кристалле. А если эти волновые функции кристалле в виде функции вания, да, и говорится, что вот эти электронные орбиталии не просто, так сказать, какие-то там электронные орбиталии, а функции вания, не знаю, вы знакомы где-то. То есть функция вания – это фолье-образ Глоковской функции. Глоковская функция – это волновая функция электрона в бесконечном кристалле. Да, то есть Глоковская волна в Глоковской функции. Самый простой вариант Глоковской функции. Ей, соответственно, можно сопоставить, соответствующий фолье образ, ну, не в обратную сторону. Обратное фолье-образование провести, да, иметь и вариант уже в реальном пространстве. То есть распределение, какое будет соответствовать распределению электронной плотности, скажем так, в этой Глоковской волне, да, в реальном пространстве. Оказывается, что мы в общем-то можем сделать. Объясню, что мы будем приниматься, мы будем приниматься. Ну, и зная сопоставующую функцию ванье, вы, в общем, получаете сразу рецепт счета соответствующих взаимодействий, да, которые потом можно уже использовать в каких-то модельных представлениях, ну, типа, модель ГАИС, например, да, то есть важно, как буквы йода, СНРС, да, а куда брать буквы йода для реальной системы, да, вот вам рецепт посчитать, не знаю, модель Хаббард, да, УНР, куда брать буквы йода, ну, можно же посчитать. Ну, там есть всякие способы счета, и такие прямые, и более хитрые. Ну, просто я, опять же, умею и лично, фактически мы сами введем очень формулы, да, базис, так сказать, всех, ну, все формулировки, все определения, которые необходимы будут для анализа уже реальных каких-то образований. Ну, значит, вот такая вот будет конструкция. У нас появился там. Интересно, он заправляется ли, да? Идевай, по-моему. Ну, не знаю, он перезаправляется. Вот так. Какой? Виды нет, какие-то? М? Виды нет? Да, видно. Да, вот у нас молитву умерла, да, вот что-то взяла, вот что-то такое, ну, где-то здесь находится наш, вот такой литровчик, тут два положительных царяны, да? Здесь у нас есть Ра-Бе, Ра, Ра-Бе. Ну, расстояние, а тут была А, и тут была Б, а двух? А, стоять-то еще. Дальше стоять-то еще литров, да? Да. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. у нас тут кинэнергия угла А, кинэнергия угла В. Значит, это кинэнергия самого электрона, ну, и, соответственно, взаимодействие электрона с углом А, Действие с лимфором B Действие между лимфором B Действие между лимфором B Действие между лимфором B Ну, задача, значит, найти полную мерку, по функции, найти полную мерку, по функции рожек. Следующий. Жду, что я не дам. Значит, если у нас РВВ привлится в бесконечность, то есть одна умовая функция, она будет умовая функция, то есть умовая А плюс умовая функция РВВВ. Ну, то есть, грубо говоря, найти вероятность электронной точки РА, нужно найти электронное расстояние, ну, это просто сумовая вероятность электричества. То есть они полностью, у вас получается, полностью не зависит от этой системы. Полностью не зависит от этой системы, да? Значит, если у нас конечная, тогда... Значит, конечная... Тогда, в первом движении, вы должны предположить, что у вас будет место ременной комбинации. У вас будет место ременной комбинации, да? У него функция будет, ну, там, да. У вас будет место ременной комбинации, да? Если мы, значит, с вами рассматриваем, да, если мы с вами рассматриваем, по-моему, функцию в таком вот вене, ну, это просто откуда развлекает, откуда вообще это дело известно. А если мы рассматриваем вот эту вот уроку функцию, то это у нас получается с вами для средства. Мы давайте обслужим comenzать с вами. Давай. Парад��! Уже с вами. По горiron в бою. Ваш Service подним 83�. lazy. Потому что goddamn мечту будет, пока. Уезжая такая цель, чтобыaya идутok. Теперь хочется продумать, да? Сейчас работы на консервере. Странное延 génожие. Нет, это для других убийств. Вы все ставите? Наш умной, наш умной, не шея мира, да? Ну, все, подставляем. И уходит. А, значит... Да. Значит, подставляем, да? Ну, это что? Си Аши, си М. А квадратный. Фи М. Аши М. Плюс В квадратный. Аши М. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДмаTorzok Это будет нулево изображающим, да? Это будет связывающим. Это будет связывающим. Соответственно, если у вас здесь были решочки, или здесь сидел, или здесь сидел, да? И у вас все сюда, да? Что-то, в принципе, упало. Отсвязывающим, антисвязывающим. Соответственно, вот для них выражение. Таким образом, получается, что у вас с той задачей, которую мы рассмотрели, орбиталис смешиваются в разных пропорциях. То есть, если мы представим, что они нормированы, то есть, если 1,2 у нас 0, это грамм перекрытия. Это просто единственная корень из двух, да? То есть, у вас перед каждой логовая функция будет одинаковая. Коэффициент делится на корень из двух. Да? То есть, это случай сильной генюридизации, да? То есть, когда у нас генюридизация немного больше, чем исходное расщепление, да? Ну, будет положено, что мы общаемся одинаково, да? Потом у нас здесь расщепление какого-то. Будут просто два выражения в хоруме. Ну, потом, значит, очень большая дисциплинатор генюридизация. То есть, если мы выдадим явные генюрид функции G1 и G2, да? Если мы выдадим явные генюрид функции G1 и G2, мы сможем с вами посчитать соответствующие G плюс и G минус, да? И все-таки решить наши генюриды, что, да? Полная энергия – это функция расстояния между атомами. Ну, то есть, наш генюридизация, мы его решили, все записали. Предходное, что мы хотели посчитать. Длинный, да? Длинный. 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 Что мы получаем? Если мы с вами просто объедим, решение вот этой задачки, да? Как мы здесь нарисовали, да? И у нас получится по-следующим. Да? То есть, где мы помним, да? Здесь функция «веробай», а здесь функция «веробай». Таким образом… У нас получается, если мы… Учитывая взаимодействие в системе, да? Учитывая взаимодействие в системе, то молекулы просто стрелиться, да? Учитывая взаимодействие в системе, то тогда у нас получится некое, некое, там, эрмолевое, да? Которое… Как-то там будет на характеризовать именно оптимальное расстояние между атом и соответствующими протонами. Правда? Ну и вот он начал, значит, активно это исследовать. И разбираться, какие же… То есть, размеры молекулы водорода достаточно быстро померяли. В общем, не только так, а сперментально, но… Большая, там, какая-то сложность, так… Мы давно померяли с очень большой точностью. Ну и начали считать, естественно, да? Давайте таким возьмем орбитали, да? Давайте таким возьмем орбитали, да? Давайте таким возьмем орбитали, да? Такое, так сказать. Такое точно. Ну, в этом, так сказать… В этих расчетах выяснилось, что изменение комбинации тонных орбиталей достаточно сильно промахивается. Если мы будем рассчитать, и сравнивать с экспериментом радиус, то есть расстояние между протонами, так… Ну, вообще-то полганом. Предложили. Мы тут молекулярных орбиталей, да? Мы тут молекулярных орбиталей, да? След молекулярных орбиталей заключается в том, что вы берете волновую функцию в виде произведения просто… А, предоставящих… У него… Типа хартия, да? Ну, метод линейной комбинации мы с вами осудили, значит, есть у нас еще метод… Типа. Пойдем так связь… Пойдем так связь… Пойдем так связь… Гайкер ровно… Вот это у вас линейная комбинация вот этих вот. Да, вопрос. А на самом деле сводится вот это положение минимума, оно на самом деле определяется, он не зря этого фруктирую, я не нарисовал, да, то есть определяется точностью, с которой вы можете посчитать взаимодействие в вашей системе. Да, то есть именно взаимодействие. Потому что это у нас, так сказать, полномское отталкивание, да, там ваша единица, наверное, минус р, да, чем ближе, тем оно, значит, расходится. Чем точнее определить взаимодействие, буквально говоря, коэффициент перед этим единица, наверное, верт, то есть тем точнее вы практически попадете с этим максимумом, ну, с этим минимумом, скажем. Но вот здесь взаимодействие не очень хорошо, учитывается практически, учитывается только то, о чём мы говорили, плотность на плотность, да. То есть здесь, в этих уже, в этом варианте, когда у нас, там получается уже что-то типа изменного взаимодействия, да, то есть какие-то ещё вклады каких-то взаимодействий, да. Ну, пожалуй, там такой-то метод кофибуляционного взаимодействия, да. Это взаимодействие. Это кофибуляционного взаимодействия. То есть где у одного функца, то у нас есть живущая комбинация Если это все начать расписывать, раскрывать, там получается куча всяких членов, да, и вот оказывается, что максимально хорошо оно производит именно взаимодействие в ад. Там действительно достаточно точно получается, достаточно точно получается в сравнении с экспериментом. Да, но там что-то сказали, что там можно мышкой что-то погрузить, там вроде просто картинки были какие-то. Ну что-то не то, наверное, что-то не там. Ну если не то, то есть в этом. Ну в принципе ладно, что сейчас трафик тоже трафик. Продолжение следует. Продолжение следует. Следующая глава, она такая достаточно гитоническая, точнее говоря, зоологическая. Будем же не видеть, не видеть, не видеть. Глава 3, это историческая структура. Ну, может быть, там слишком громко включить элементы, скажем так, элементы кристалографии, да. Кристалография, как вы понимаете, большая самостоятельная наука, в которой там написаны огромные помудры, видит графики и т.д. Ну, мы здесь с вами поговорим как раз, если какая-то смесь, то есть теории групп, кристалографии и каких-то фактических аспектов. То есть это будет рассмотрено под фактическим углом. Значит, давайте определение. Кристаллическая структура, расположение ионов, расположение ионов, составляющих кристаллов, при котором можно выделить, при котором можно выделить, некоторый минимальный объем, некоторый минимальный объем, и при помощи. Да, не концертный объем. И на сегодняшний объем. И на сегодняшний объем. И на сегодняшний объем. заполнить... заполнить... ..наобъема в это заполнить, то есть, объем коста. Мы сразу видим, что у нас кристаллическая структура состоит в минимуме из двух пунктов. Это расположение ионов на некотором минимальном объеме, а второе – это трансляция. Мы здесь фактически говорим о точечной группе симметрии и о пространственной группе симметрии. Точечная группа симметрии – это набор поворотов и отражений, которые связывают все его. То есть, если нет, то это облегчение, да, трансляционная группа симметрии – это всевозможная ассоциация данных кристаллических. Итак, давайте запишем для заданий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Решетки... Прямо, значит, кубическое название всего три параметра, да, вот там. На грилле уже три параметра решетки. Ну и еще угол. Что, значит, для нервной темики – это трех можно, да, нормально. На минеранных четвертах еду, да. А nice, да. На аминеранных четвертах. Ну, фактически, тесно связано с этим, да, одно предъявление будет, если у вас сейчас обычно программа это делает, поэтому сколько людей запишет, да, это будет очень счастлив. Ну, вот идея такая, что если вы задали координаты атомов, да, программа обычно проверяет связь такая. Ну, вы задали сингонию, да, эта программа проверяет, какими операциями синтрия эти атомы между собой связаны, и говорит нам, что точно здесь не такая. Ну, вы, наоборот, задаете только базисный атом, она берет и группу синтрия, она берет генераторы группы и разложает все соответствующие его, и заполняет элементарную ячейку. Да, ГМС, эта программа-то еще есть. А? Ну, ГМСС или как ее называют. Ну, это вот тоже квантово-химические расчеты, там вот тоже прекрасно. Квантово-химические расчеты, там. А как программа-то? Ну, как, ГМС, английский только в конце есть. Что есть еще? А, ну, верно. Я квантово-химические, я никогда не сталкивался с программами. Тредотельные, там. Тредотельные 50 штук 10 разных. Разумните, что называется. Квантово-химические, квантово-химические, я думаю, еще там. Тут только своя, самостоятельная область, мы не касаемся. Это, они разделяются следующим образом. Что квантово-химические, это молекулы. Большие, они все-таки молекулы. А квантово-химические приставы, как фото-химические, он пересекает. Сейчас, пожалуй, есть некоторое пересечение. Потому что твердотельщики стали считать большие молекулы, ну там, скажем, молекулярных молекул. Ну, например, да, допустим, умудрились сварить такую штуку, да, допустим, 8 ионов магрица, да, которые образуют кольцо, да. Ну, чтобы их удержать вместе, вокруг них тут еще натыкались всякие органики, там, немоверное количество, там, или, он называется, марганец 8, да, на самом деле, там еще, сколько количество органики, да, но, тем не менее, в дальнейшем высокие, то все равно у них, там, будет марганца, как думают. И вот эта задача рассматривается, ну, там, марганец 12, там, были всякие варианты, там. И эта задача рассматривается с твердотельщиками, да, хотя, на самом деле, это марганца, какая-то структура, да, маякова. И тут, в общем, невозможно заговорить о вариантах, состояниях этой варианты, там есть наивысшая заполненная, там наивысшая заполненная, там наивысшая незаполненная, ну, там, свои какие-то, ну, и так далее. Ну, то есть, какое-то пересечение сейчас предупреждается, вот, в связи с этими цифрами конструкциями, ну, все равно это считается программами, этими твердотелями. Ну, там, подразумевается, что у вас много этих молекул, просто они очень далеко стоят друг от друга, сохраняя трансляционную симметрию, исключая эти мимик взаимодействия. Тогда вы можете всей этой, как бы, конитерии пользоваться. Вот, а эти, какого? Ну, это химические, ну, нет, там, в связи с какой-то трансляции, там, свои проблемы, там, не знаю, счастье свое, ну, и там, зато идет обратно, там, зоны брюлены нету, там, разного пространства нету, там, еще такого нету, ну, давайте, параграф первый. Минуты теории группы. Минуты теории группы, да? Ну, а это было, наверное, да? Группа. Погман. Скверка. Погм米 гу�бина. Минуты теории. Погм米 гунировичную стacağу. Здесь идет, посвязанность можно быть теперь негативными памятиcs. Упсикновения сегодня мы с пойдемshot. Прогмم ε teído на катастрофе В данной операции для членов группы выполняется следующее соотношение. В данной операции для членов группы выполняется следующее соотношение. В данной операции для членов группы выполняется следующее соотношение. На самом деле это может быть умножением, сложением, умножением матриц, еще чем-нибудь. Принято называть операцию умножением. Объекты могут быть матрицами, могут быть числами, еще какими-то объектами, спинорами, еще чем-то там. Но, тем не менее, все равно будут выполняться. В данной операции для членов группы выполняется следующее соотношение. В данной операции для членов группы выполняется следующее соотношение. В данной операции для членов группы выполняется следующее соотношение. Нельзя выйти до предела группы. В данной операции для членов группы выполняется следующее соотношение с последний раз. В данной операции для членов группы выполняется следующее с давлением, элемента, то есть по сравнению с элементом, но, строго говоря, это же какой-то другой объект. То есть не обязательно коммутация должна быть. Если есть коммутация, то ее называются алюмининг. Это как бы другой, другой немножко. И существует единичный элемент. Существует единичный элемент. Существует единичный элемент. Существует единичный элемент. Заморку. Заморку. Единичный элемент. Единичный элемент. Единичный элемент. Единичный элемент. Ну, какой-то элемент приведет. Ну, давайте, допустим, снизу. Какой-то ли будет. Один, два, три. Вы можете записать, как у вас, что там происходит. Ну, в самом простом случае, да, в нем группа. Значит, в ней будет поворот на 120 градусов, да. Единичный элемент, это будет поворот на 120 градусов, да. Единичный элемент, это поворот на 360 градусов, да. Ну, три раза по 120. Ну, все просто. Соответственно, здесь у вас другие умножения, отложения, да. То есть, вот повернули на 120, на крылью прибавили на 120, да. Еще повернули на 120, еще на 120. Получить 240, примерно. Ну, вот. Вот можно так словами определить группу, да. Ну, естественно, записать соответствующую лицу умножения, да. Практически, это у нас столько получается. А, это поворот на 120. И единичный счет, да. Ну, единичный и поворот. И из них уже там прописывается. Да, единичный. Да. И, да. А в первой половине, да, да. А не, да. А, не Trust. » Вы поставили. Вы поставите. Вот а. А. Вот, видишь, я уже. Ну это мы так, словами, не знаем, да? Ну понятно, что можно взять повороты в пространстве, да. То есть то, что вообще такое. косинус синус 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 косин то есть это у вас поворот примерно в пространстве на любую углу поворот примерно в пространстве на любую углу если вы выберете его ногу и равны 120 здесь то тогда кажется что таблица умножения этих матриц да то есть и фи на 2 да 2 пи на 3 таблица умножения этих матриц она будет такая же как таблица которую вы так написали если вы ее просто поставите вы будете переменять там плюс 120, плюс 120 тогда да три раза вы саму на себя умножите да после 120 и так далее вы получите такую точную вот это пример когда у вас группа вращений треугольника вы выбираете три и заморжно в группе вот таких матриц да это как бы понятие на умножение зачем потому что мы с одной стороны оперируем наши беловахты какими-то простыми образом да мы пытаемся а машина она не может перевалять информацию да то есть у нас все гезоморфизмы они как раз все эти симметрии они гезоморфны некоторым некоторым набором матриц и берем некую группу где есть какое-то умное количество поворотов отражений там и так далее и поэтому соответствует просто набор матриц почему мы можем другую поменять да потому что у них изоморфизм есть изоморфизм одинаковая таблица движения то есть мы проведя следствующие операции получим то же самое что вы на словах получили да мы вас еще несколько определили значит генераторы ну сейчас эти бру�看 это be Позволяет получить все элементы заданной группы. То есть у нас здесь леди элементов 9, а сколько штук всего? 1, 2, 3, 4, 5. Именно группы 5, чтобы все это произвести, нам отсажився на кровь. Эти две есть генераторы группы. Не знаю, о чем я тут это говорил. competition. Сопряженная линия это группа. Сопряжённых элементов группы. Сопряжённые элементы группы. По элементам группы. Сопряжённых элементов группы. Сопряжённых элементов группы. А что мы можем померять? По элементам группы. Тогда у нас будет соответствующие соотнощённые элементы. Если у нас а, б и с промежа и ж, то тогда количество всех в хоче А минус 1 В на А, он равен С, тогда В и С сопряжённые. Мы все правильно помним определение, где все это было. А зачем выделяются такие вот сопряжённые элементы? Оказывается, что любую группу можно разбить на классы, используя вот эти вот сопряжённые элементы. То есть оказывается, что если мы возьмём другую группу и в ней начнём искать сопряжённые элементы, то у нас получится, что таким преобразованием связаны только группу элементов. Другая группа будет связана, преобразование одно и то же, но, в общем, получится несколько групп, связанных таким преобразованием такого типа. То есть, допустим, ну, не знаю, есть наморок, который поюзтирует. То есть у нас пять штук, пять штук элементов, да, пять элементов. Ну, давайте, что-нибудь там, возьмём какую-нибудь задачу. Ну, с Е понятно, да, всё понятно, там, с Е4. А, ну, первое, где я сам себе сам пришёл, получается, да. Ну, так, дальше, что там. А, ну да, тут как ни крути, из этих тел всегда будет получаться в Е. А, ну, видите? А, соответственно, ну, где надо ещё проверить, да, 2 А, ну, давайте, 2 А. Ну, давайте, 2 А. То есть, на А умножить А, умножить А, умножить А. А умножить А, умножить А. На А, 2 с первой, 2 А. То же самое себе, получается. Значит, ну, значит, ну, как это нынешно будет. А, ну да, у меня будет много. Ну да, такой поворот, как не нарушать имитрию, если и разрушить имитрию, то уже получится что-то другое совсем. Да, так вот, мы разбиваем эту группу на классе. Значит, группа на классе может быть однозначно разбита на классы. И тогда у нас возникают представления, да, привидимые и непривидимые. Да, у нас тогда возникают главные привидимые представления, да. Непривидимые представления. То есть у нас группа может быть разбита на классы, используя вот это вот появление сопряжённых элементов. Так, непривидимые представления. Здесь написано представление, которое уже нельзя... Так, непривидимые представления. А, вот. Это наборы, скажем так, наборы элементов группы, которые, будучи переношены прямыми произведениями. Да. Прямыми произведениями. Разрушить всё грубное. Ну, там поставьте себе как-то знак вопроса. Я вообще не знаю. Да. То же самое относится и к классам. Классы — это подгруппы, да. То есть если вы делаете прямое произведение элементов подгруппы, да, то получаете, ну, прямое произведение означает, что у вас нет пересечений. Да. То есть классы разделяются однозначно, пересечений не элемент. И привидимые представления по, конечно, чем-то схожим вещи. Ну, и сейчас мы вот добрали с вами два главного момента. Характер элементов группы, да. Характер элементов группы. Характер элементов группы. Здесь испучил конplicен MiraCity так, а последняя матрица, да? Ой, да, я снимайся. Соответствующий данному элементу группы. Стоим человеком группы. Ну, то есть у нас есть матрица, да, два космоса. Естественно, мы можем построить таблицу характера, да, таблицу характера, просто зазывая муку-фи. Значит, тут только таблица характера. Указывается, ничем, что она и пользуется, а в фантовой механике, да, наверное, не везде, где используют теорию труб, как для этого утилитарного, так сказать, утилитарного сканта, используют таблицами характера. Таблица характера, да, таблица характера. Значит, а, ну, и на следующем углу, да, вот эта таблица, да, значит, где у нас здесь символы, вот здесь у нас, да, это символы, символы, где это трубка, трубка с учетом, с учетом кратности. И вот здесь у нас, да, здесь у нас будут символы и приводимые представления. Символы и приводимые представления, да? Символы и приводимые представления. Значит, ну, давайте здесь у нас посмотрим, что у нас. Здесь у нас семь элементов группы, да, у нас есть вращение. У нас по двадцать. В обратную сторону. И где, да? То есть краткость каждого из них единичка, да? Здесь мы нужны, значит, соответственно, и всем поставить в соответствии некие числа, да? То есть получается, у нас два косинуса хида, косинус единицы, косинус единицы, это что у нас? Ну или, да? Да. Косинус нуля. Это единица. Это единица, значит, будет двойка, да? Значит, будет двойка. Если мы ставим 120, да? Пусть и мы ставим 20, сколько? Корень из двух на 2, наверное, да? Корень из двух на 2. Ну там Пи на 6, Пи на 4. А, Пи на 3 – это 120. Корень из двух на 2. Корень из двух на 2 – это Пин на 4. Корень из трёх на 2. А. Ну там всё просто сейчас. Вот так. А, да, смотри, да. 30-45, да, если рисовать, и 60, да, и кто-то из них одна вторая думает 60, кто-то из них будет корень из трех наборов, да, корень из двух, да, меньше единицы, меньше единицы, но больше обзор второй, естественно, между тем, где есть еще корень, да, допустим, да, потому что у нас 125, у нас два косинуса, да, просто корень из трех получается, да, с минусом, ну и, соответственно, плюс 120, потому что у нас получается четко, то же самое, значит, будет, это же корень из трех, да, собственно, вот у нас подбится характер от двух, знаешь, двойка, корень из трех, минус, корень из трех, да, а двойка, корень из трех, корень из трех, ну да, значит, у нас в нем не приводило представление, причем мы еще и уверены, в том, что ветчина, 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 в параде, рогичный элемент, это размноженность в трех, ну, так уже и есть, нам действительно не мать могут платить, да, да, и чего нам нужна была эта вся конитета, а вы, а давайте здесь еще раз, скажем так, главная культура, главная культура, выполнена представление, да, значит, они бывают черные, ну, то есть у нас какой-то символ, да, У них таблица характера имеет знакопеременные. У них таблица характера. 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 У них таблица характер характера. У них таблица 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 характера. Это у нас кратность выведения Это у нас кратность выведения этого непредвидимого представления Это у нас кратность выведения Это у нас кратность выведения В чём прилик момента? Наверное, надо сразу Сразу мы с вами приняли Давайте здесь посмотреть Вот представьте себе задачу О том, как расщепиться в его уровне В поле некой задуманной симметрии Мы решали, куда дальше Вот эта формула, она про это Давайте рассмотрим У нас матрица поворотов Как у ритма В трёхмерном пространстве Давайте так Какой симметрии обладает собой Да Ну там, все симметрии у него То есть Все повороты Ну на любой угол Она обладает, да Это полная вращательная симметрия Да, полная вращательная Внутри это группа Торти Да Полная вращательная симметрия Это группа Торти То есть Ну матрица поворотов Там Хосинус Фи Хосинус Фи, да Размерится Синус Фи Синус Фи Ноль 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 Да То есть это поворот вокруг оси З Но Вокруг других осей Будет только меняться положение единички Да Единички Да Всегда восключается свет Этой группы, да Он у нас Сидится Ближе в два почка Освучит Да Вдя 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 Продолжение следует... 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 В2, в1, в1, в21, в2, в1, в1, в12, в12. Вот. Что? Продыхали. Наша задача – вычислить кратность вставления конца1 и переводимого Мы берем набор характера, берем набор характера и учитываем еще кратность класса 1,2,1,2 и складываем это все, у нас единица, наверное, это одна восьмая, дальше поехать. Значит, у вас характер единичка, там характер четверка, пятерка, разный класс и единичка. Значит, разный класс, разный характер. Чего там у нас? Единичка, там минус единичка и двойка, да? То есть, минус 20. Дальше, здесь единичка, там четверка единичка и тут единичка, да? Ну, сколько мы говорим? Дальше, там 1,2, тут 1,2. И последний, здесь у нас 1,1,2. 1,1,2. То есть, пять, шесть, семь, восемь, 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 восемь. Таким образом, у нас после того, как мы сферический синтетический атом помещаем в квадратную веточку, да, у нас выживает одно веточное типа А, Ю, Ж. То есть, мы посчитаем N,2. Оно будет бульон. У нас не будет таких приступов, да? Зато у нас будет N,2,1. Н,2,1. Дальше, у нас тоже будет единичка. Вопрос. Где у нас это представление? Одно потерялось. Суды четыре. А разбежность у нас пять. Такой разумеется на шее. Было пять, второго спина. Тут одно двумерное представление, да? А, да. Вопрос. Таким образом, у нас пятикратно вырытый бульон Д, да? Который облудался с N3 и R3, да? Таким образом, у нас пять кратно вырытый бульон Д, да? Четыре полы, один из которых буквально вырытый, да? А там преобразующийся, соответственно, по N2. Вопрос. Какой? Вопрос. 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 Таким образом, мы должны делать вывод о том, что у вас фото расщепляется, все у вас неправда выжиданное педаль из квадратного секреты квадрата и три, так сказать, отдельных каких-то опиталей. Это не правильно. Не правильно. Ну, х квадратный секреты квадрата. Может, на х квадрате там что-то там стоит, да? Так стоит арбитер, так стоит арбитер, не одинаково, да? Х квадрат уже будет отличаться в повороте. Значит, эти, да, выраженные из этой грызетов. Все. А эти оставшиеся, ну, какими-то типами. Соответственно, там, у вас х квадратный секреты квадрат, х квадратный секреты квадратный секреты квадрат. Они все на тот момент. Единственное, о чем мы можем сказать, то есть теория групп, мы не можем по энергиям растаять. То есть теория групп нам только сообщает информацию, какие выразятся, какие не выразятся. Теперь это нам поможет. Может, это нам следующее. Если мы выбишем свою матексу, то есть у нас, да? Ну, будет 5 на 5, да? Соответственно, у нас 25 элементов, да? Мы здесь пронумеруем, значит, наши арбиталии В1, там, В1, В2, там, Е и Е, да? И здесь также показывается, что у нас, на самом деле, будет заполнена только эта клеточка, эта клеточка, эта клеточка и все это квадратный. Всех остальных просто не будет, просто не будет. То есть, таким образом, нам всего надо посчитать с вами сколько? 7 из 25. Причем известно, каких. Польза. Программы, конечно, такие задачки мне не пользуются, то есть они все тупо считают, все целиком, потому что некогда там еще, если такой анализ вести, утромятся. Программишься, программируешь. Да нет, по-моему, используют. Ну, они его не используют, они просто все перебирают и все. Их притомы там получается просто. Не надо там, то есть получается. Ну, там это в другом месте зашито. Там возникают соответствующие интегралы гаунта. Это такие интегралы произведения трехсилических формул. Да, ну, там-то, да. И там за счет сложения моментов, всей, ну, как он назывался, Левш-Гордачный, в этот момент, значит, там вот то, что должно замылиться, оно честно замыляется и вылетает. Оно все равно считается в каждый раз. То есть вы можете его там руками убедиться, да, что эти, там, Левш-Гордачный, там все-все, то-все, то-все, ну, нет, да. Программа так и делает, она убуждается, как бы, ну, она не перебирает. Ничего. А если вам надо руками посчитать, ну, ну, собственно, вы получаете 7,225. Чего на варку, на лицо, как говорится. Ну, все нормально. Все единственное закончено. Дальше. У меня осталось просто, кажется, достаточно внутреннюю часть, и сейчас будете как-то. И посредственно с классификацией. Да.